Сотрудники областной госавтоинспекции совместно с представителями предприятия Белтехосмотр регулярно следят за техническим состоянием транспорта, а также напоминают водителям об обязательном прохождении этой процедуры. Специальная проверка на дорогах – очередной повод вспомнить о важности соблюдения правил безопасности всех участников дорожного движения, как водителей, пассажиров, так и пешеходов. В целом мы должны с вами понимать, что мы же с вами ежегодно проходим медицинский осмотр для выявления каких-то болезней, для своевременного реагирования, чтобы врачи оказали правильную помощь во избежание тяжких последствий. Также самые водители должны своевременно проходить техосмотр, чтобы выявить какие-то поломки автомобиля в рулевой системе, в тормозной системе. Во избежание тяжких последствий мы должны быть с вами взаимовежливые и не создавать опасность как для себя при управлении транспортным средством, так и для других участников дорожного движения. Проходить техосмотр Брески водители стали реже. Они не спешат на диагностические станции, чтобы выявить неисправности и устранить их. По статистике, ежемесячно около трех тысяч владельцев пункты прохождения технического осмотра так и не доезжают. А это уже причина задуматься. Что срабатывает, русская вось пронесет, но постоянная надежда на везение может обернуться боком. Никто не застрахован от последствий, которые могут настигнуть транспортное средство в любую минуту. Закончилось полугодие, минус 15% к прошлому году. Это цифра внушительная. Пока так дела обстоят. Сегодня в адрес техосмотра поступает очень много вопросов от граждан об изменении оплаты госпошлины за допуск участия в дорожном движении. По имеющейся информации, никаких изменений до конца года вводиться ничего не будет. Поэтому выжидать, занимать какую-то выжидательную позицию нет смысла. Поэтому всех граждан я приглашаю на станции. Проходите вовремя, своевременно государственный технический осмотр. К сожалению, есть у нас в Побресской области и факты ДТП с автомобилями, которые водители управляли, и имело место быть неисправность каких-то элементов тормозной системы или ровлевого управления. Поэтому хотелось бы призвать водителей в очередной раз не быть беспечными, оценивать ситуацию, понимать опасность в том, что автомобиль это в первую очередь средство повышенной опасности. И нужно проходить в любом случае техосмотр, дабы не создавать опасность для себя и для окружающих. В рамках рейда ГАИ были выявлены как и нарушители правил дорожного движения, так и те, кто исправно и в положенный строк осуществляют необходимые действия. Сегодня прохождение техосмотра – гарантия и уверенность в безопасности водителя и пассажиров. Считаю, что техосмотр – важная вещь. При прохождении человек убеждается в безопасности своего автомобиля. Он уверен в том, что он не создаст на дороге никаких аварийных ситуаций, поэтому считаю, что это необходимая процедура. Я скажу, что это дело каждого человека, хоть это и обязательно, но многие, видите, не проходят техосмотр. Мы проходим, потому что ездим часто, много, дороги эксплуатируем. Но лучше всего, чтобы его разделили, чтобы люди, кто мало использует машины, заплатили в месяц одну пошлину и ездят, если им надо. А если не ездят, машина стоит, то зачем платить? Конечно, надо. Это техническое состояние машины. Мало ли что может случиться на дороге. Если ты пренебрег этими правилами, ты только ответственный за это. Все. Больше никто. А это жизнь человеческая. Мнения расходятся. И, конечно, личное дело каждого водителя – проходить техосмотр транспортного средства или нет. Но не стоит забывать о предусмотренных штрафных санкциях. И самое главное – не стоит жалеть средств на безопасность себя и близких людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!